В 2016 году у меня проходил тур «Медиасилы». Это такой тренинговый тур, где я улетела в Южно-Сахалинск, и затем по 23 городам последовательно летела, ехала и проводила в каждом городе три тренинга. Один для авторов, второй для издателей, для медиаменеджеров, и третий для педагогов и преподавателей. И вот, собственно, это путешествие от Южно-Сахалинска до Калининграда 23 города, и я вот этот маршрут, это путешествие хочу использовать в качестве основы для того, чтобы потренироваться и сделать сторимэп. Почему сторимэп? Потому что у нас есть маршрут, он имеет значение, в каком порядке мы эти города посещаем. Это не просто точки на карте. В каждой точке, в каждом городе есть какой-то материал, есть либо видео, либо фото, либо какой-то текст, который можно запостить на эту страницу. То есть как событие, как потенциальный материал для сторимэпа, это путешествие подойдет. Что нам нужно для того, чтобы это сделать? Во-первых, предварительно нам нужно подготовить все материалы, чтобы само создание сторимэпа было исключительно добавление материалов на карту, добавление фотографий, видео, фото. Первоначально вот скетч какой-то, тексты предварительные, заголовки на каждый город, если вы по городам делаете, лучше подготовить заранее. Что нам может помочь? Что может повысить и скорость, и эффективность работы? Это, например, подготовка изображений в конве. Давайте я сейчас себя немножечко уменьшу. Мы создадим дизайн. И создадим дизайн, так как у меня там будет и видео, и фото, я сделаю фотографии все с одинакового размера, одинакового по шаблону. Сделаю их ютубовскими превью. Так, загрузки. Загрузить медиа. И у меня есть фотография, которую я постила в самом-самом начале этой поездки, как анонс. Вот я ее постила такую. Можно обрезать, есть люди, которые обрезают фотографии в фотошопе. Я всячески рекомендую пользоваться конвой, потому что просто натягивание фотографии любого предыдущего размера на вот эту форму уже сразу нам обрезает по нужному формату. И если нам нужно сделать другие фотографии в этом же, в одинаковом формате, мы просто добавляем еще одну страницу и натягиваем следующие заготовки, натягиваем следующие фоточки в этот размер. И затем мы скачиваем, и она у нас скачается, все фотографии у нас скачаются в одном формате. Скачать ПНГ. Вот он, 1280 на 750. Мы их скачаем. То есть все фотографии, которые мне нужны для моего рассказа, я их вот прогоню через канву. И достаточно быстро они у меня будут одного размера. Без вот этого, знаете, надо поймать пиксели, когда обрезать и так далее. Потом уменьшать картиночки, расширять канва. В этом смысле нам хороший помощник. Что еще нам нужно? Если у меня будут в моем рассказе, у меня будут видео, то я эти видео заранее залила на YouTube. Вот у меня есть тут тур медиасилы Тюмень, Новосибирск, Казань, Киров, Нижний Новгород. Это было отлично. Это было очень такое знаковое для меня путешествие. Есть у меня здесь обзорное видео. Вот просто тур есть. Где-то там за одну минуту прям такую мы монтировали. Вот тур медиасилы за одну минуту. То есть можно, не можно, а нужно залить все необходимые видео на YouTube. Это такая будет заготовка еще. Если нужны будут тексты, то я их подготовила. Сделала в блокносе несколько предложений, которые мне пригодятся при составлении моей карты. После того, как все материалы у вас подготовлены, они у вас близко лежат и структурированы, после этого мы можем познакомиться уже с интерфейсом самого сервиса, который помогает нам делать эти истории. Значит, ключевые вещи, ключевые элементы этого интерфейса я вам сейчас покажу. Значит, для начала нужно понимать, что StoryMap построен как карта и такой перелистывающийся журнал со слайдами. И поэтому, как в PowerPoint, как в любой программе, которая помогает вам делать слайды для презентации, вот они у нас есть, эти слайды. Это каждая точка, каждая точка на карте синхронизирована вот с одним слайдом здесь. Если вам нужно добавить новый, вот здесь есть плюсик, добавить слайд. И мы будем обязательно еще добавим для того, чтобы посмотреть, как это устроено. У нас есть главная обложка, то, что будет самое главное, то, что будет показываться в начале. У нас есть карта и у нас есть несколько интерфейсов для того, чтобы разметить, какие элементы истории в какую точку пойдут. Значит, обложка. Вот приблизительно так она будет выглядеть. У вас есть с правой стороны такой листающийся журнал вперед-назад. И у вас есть карта с точками, которые вы расставите. То есть все, что касается слайдов, это будет показываться справа, карта будет показываться слева. Что можно сделать? Какие вещи можно здесь менять? И как можно оформлять слайды, либо страницы вашего журнала? Ну, заголовок, естественно, текст. Чисто вот по опыту это, ну, абзац. Такой средний, нормальный абзац, два предложения, может быть, три предложения. Так как это журнальный формат и очень большое количество визуализаций, то не надо писать больших текстов. Лучше это будут хороший заголовок и пояснение, чем будет большой текст. Большие тексты читаются плохо в сторимапах. Это у вас будет заголовок. У каждого слайда, в том числе и у первого, есть вот такой вот интерфейс для добавления медиа. Значит, это будут те медиа, которые добавляются на страницу. Вот я покажу. То есть они будут выглядеть вот так, как врезка на странице. Это может быть видео, это может быть фото. То есть вот здесь вы можете загрузить картинку, вы можете сделать ссылку на изображение, которое опубликовано где-то еще. Вы можете сюда запостить ссылку на YouTube, и тогда будет интерактивное видео. И есть еще два поля. Кредит – это источник. То есть откуда, если вы берете чужое фото, либо чужое видео, то вы пишете фотографа и источник, либо оператора, монтажера и источник. И можете подписать некий текст, который поясняет, что это за медиафайл. Ну, я сейчас для примера напишу. Прямая трансляция, чтобы вы увидели, как это будет выглядеть. Мы сохраняем. Здесь очень важно, да, кнопка «Сохранить» существует. Большинству сервисов, конечно, они уже автоматически все сохраняют, но здесь кнопка «Сейф» есть. Давайте посмотрим, как здесь выглядит это обновление. Значит, на Владивостоке мы в видео добавили текст, прямая трансляция. Вот таким образом будет вот этот капшон, эта подпись, она будет выглядеть. Едем дальше. Что еще знаково? Можно не только сделать видео встроенное, но можно сделать так, чтобы фотография была как бы фоном страницы. Давайте посмотрю, по-моему, у меня Барнаул с фоном. Да, вот таким вот образом. То есть мы видим, что видео и фото не встроены прям в страницу, а сама фотография является полноразмерным слайдом. То есть можно вот таким вот образом сделать. Как это делается? Медиа вставляются здесь, а фон делается через Background Options. Мы здесь можем сделать цвет. То есть мы можем цвет страницы разукрасить, либо мы можем загрузить вот сюда картинку. Либо выбрать файл и загрузить это с вашего компа. Но помните, что если вы загружаете здесь Background, то понимаете, что он будет вертикальный. Для бэкграундов вам нужны вертикальные картинки, желательно хорошего разрешения, чтобы они были, не знаю, по ширине хотя бы, ну хотя бы тысячу, хотя бы 1200 пикселей, чтобы они не растягивались, не портили, не было такое размазанное изображение. Либо вы сюда вставляете адрес URL, если эта фотография опубликована где-то еще. То есть вот эта у нас история будет про загрузку именно фонового изображения. Внимательно. Если вы загрузите фоновое изображение, давайте мы сейчас для примера как раз, чтобы показать. Если вы загрузите фоновое изображение, вот это вот сейчас а-та-та, помните, да, что нужно вертикальное, но нам чисто на попробовать. Значит, загрузили, закрыли, сохранили. Давайте посмотрим, как мы испортили слайд с Владивостоком. Превью. Как мы испортили слайд с Владивостоком. То есть смотрите, когда у вас и бэкграунд, и медиа встроены, очень важно смотреть, как они сочетаются друг с другом, особенно если вы еще текст сюда напишите. То есть обычно я рекомендую либо просто бэкграунд, у вас есть хорошие фотографии для фоновых изображений, либо вы оставляете либо белым, либо каким-то цветом закрашиваете эту страницу и вставляете медиа. Когда мы слишком много визуализации делаем слоями, получается вот такие вот смешные некрасивые штуки. И не надо так делать. Я вам показала чисто для того, чтобы показать. Это часто очень такую ошибку делают создатели истории мэпов, потому что хочется, хочется много. Вот есть и фоточка, есть и видео, есть и текст, и хочется это все запихать. Но вот для того, чтобы это хорошо воспринималось и выглядело красиво, мы выбираем для каждого слайда, выбираем какой-нибудь один тип, либо бэкграунд с заголовком и коротким текстом, либо фоновый цвет или белый, и встроенное фото, встроенное видео. Сейчас мы уберем отсюда, берем вот это вот, мы удалим, сохраним, чтобы у нас там ничего не испортилось. Значит, вставляем видео вот здесь. Что еще можно делать? Это у нас все с YouTube. Вот здесь вот у нас вставляется фотография. Фотография вот через upload. Также взяли фоточку, которая у вас есть, и загрузили ее сюда. И вот Ростов-на-Дону, давайте посмотрим, как будет выглядеть встроенная фотография. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону, это уже у нас ближе вот сюда. Вот, то есть Ростов-на-Дону будет выглядеть как фотография, а не как видео. В StoryMap, если вы вставляете видео, видео проигрывается прямо здесь, оно не переводит никуда вас на YouTube. Оно показывается прямо в самой этой карте. Так, что еще у нас можно, что мы можем еще здесь изменить? Значит, это у нас составляющие. Каким образом делать точку на карте? Мы делаем новый слайд. Например, у меня здесь нет, что же я там пропустила? Южно-Сахалинск. Давайте посмотрим, как добавлять новые точки на карте. Вот у меня здесь расставлены уже все, практически все города, где я побывала в этом туре. Но я пропустила один город, Южно-Сахалинск. Давайте мы его добавим. Мы смотрим, спускаемся вниз до плюсика, нажимаем добавить слайд. И здесь у нас Южно-Сахалинск. Дальше у меня есть видео из Южно-Сахалинска, где мы сняли, смонтировали. Это не обязательно должно быть видео, напоминаю. Это может быть фотография. Мы вставляем здесь URL. Если бы фотография, я бы ее загрузила через кнопку Upload. И еще важно, вот здесь вот, чтобы на карте поставить точку, мы здесь пишем, собственно, что это за точка. Как и в любых сервисах, где вы работаете со слайдами, слайды можно перемещать, просто перетягивая, менять их место. Раз мое путешествие началось с Южно-Сахалинска, то я поставлю его первым слайдом. У нас есть первая обложка, и потом первый слайд. Сохранили, проверяем, как оно будет работать. Для этого у нас есть превью, обложка. И вот она первая ссылка. Потом дальше начали листать. И проверяете еще, конечно, по карте, все ли правильно с вашим маршрутом. Карту можно менять. Карта, тем более, если вы делаете какой-то story map, где важны конкретные адреса, вы просто тогда в этой поисковой строке пишите не просто название города, а прям конкретный адрес, где хотите разместить. Но для такой стиль карты, он хорош, когда у вас очень большое путешествие, и вам не сильно нужна конкретика. Но карты здесь бывают разные. Ну вот, например, есть OpenStreet. И тогда внешний вид карты, он будет прям вот такой вот, похожий на географическую. Или, ну не похожий на географическую, собственно, географическую. Или можно посмотреть вот карту другую, выбирать, посмотреть, какая вам ближе. Ну вот, если мы говорим про какую-то конкретику, то мы скорее остановимся вот на такой карте. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в нашем конкретном проекте. превью, как будут выглядеть точки. То есть можно остановиться вот на такой карте. Вот так она будет у вас выглядеть. Так можно переключаться к началу. Это смогут делать и ваши пользователи тоже. Теперь, когда вы выстроили свою историю, когда вы её дополнили материалами, когда вы разметили и перепроверили своё вот это вот путешествие, что мы делаем? Мы публикуем изменения. И нам нужен эмбет-код для того, чтобы вставить эту карту, вставить полностью вот всю эту рамку и карта, и ваш журнал, и ваши слайды, ставить их в публикацию на сайте. То есть оно будет выглядеть вот таким вот образом. То есть у вас есть сайт, например, и вы полностью всю вот эту вот рамку вписываете в свой сайт. Поэтому очень важно, и это значимо для публикации подобного рода форматов. Важно, чтобы это была не узкая колонка, в которую мы иногда впихиваем новости. Важно, чтобы у этой карты был простор, чтобы пользователи могли листать и видеть не те фотографии, вот такие вот малюсенькие, а видели фотографии достаточно крупные. Каким образом мы это вклеиваем в сайт? Значит, у нас есть Options, у нас здесь есть Sharing. Открываем. И что мы здесь видим? У нас есть просто ссылка, но тогда это не будет с нашим брендом, там не будет нашего меню, нашего сайта. Значит, ссылка нам не сильно здесь помогает. Но вот здесь вот внизу есть уже знакомый, наверняка вам код. Мы реагируем на ключевое слово Embed. Мы копируем вот этот вот код и вставляем его в формате HTML, вставляем его в наш сайт. Таким образом, то, что у вас здесь загружено, оно все будет отображаться на вашем сайте. Но помните, и это значимо со всеми абсолютно сервисами. Если вы что-то удаляете на своем Google Диске, а все ваши материалы, которые вы загрузили в рамках этого сервиса, они хранятся на вашем персональном Google Диске, если вы что-то оттуда удалили, следовательно, оно исчезнет и из вашего StoryMap. Поэтому внимательно, аккуратно структурируйте, подписывайте, никогда не удалять, для того, чтобы на вашем сайте все эти элементы работали. Если вы удалите видео из YouTube, у вас получится... Сейчас я вам покажу, какая есть история. Значит, тут у нас есть StoryMap, собственно, сам сервис. И здесь есть примеры использования StoryMap в публикации. И вот есть отличная идея сделать путешествие из Игры Престолов. И вот мы кликаем на путешествие и видим, да, видео недоступно, потому что сначала оно было, его вклеили, но потом его удалили, либо вот оно недоступно, допустим, бывает так, что оно недоступно только в нашей конкретной стране, и вот мы не увидим этот видеофрагмент. Поэтому очень внимательно, так как это составной такой мультимедийный интерактивный формат, очень внимательно, пожалуйста, относитесь ко всем элементам. Все слайды в нужном порядке, все адреса проставлены, маршрут проверен, все видеоролики залиты и не будут удалены, все фотографии залиты и не будут удалены. И тогда эта система, тогда этот сторимэп будет работать и будет отличным интерактивным мультимедийным форматом, рассказывающим о вашем, либо о вашем путешествии, либо о путешествии вашего героя. Сложно, но можно. Успехов!